всем привет хочу с вами делиться своим опытом по отношению к одному из магазинов на алиэкспресс который продает наборы с нанесенным рисунком это тоже был один из наборов которым который я купила в самом самом начале в этом магазине я купила всего один набор и если честно я немного разочаровалась этот набор или этот магазин на алиэкспресс никогда не являлся моим любимым именно поэтому этом купила один набор но я все равно для себя как-то думала что я его все равно вышью он замечательный мне очень нравится сюжет но чем больше я о нем думаю чем больше я его продолжаю отшивать у меня гложет такие сомнения и так как этот набор он 300 на 250 крестиков то есть это достаточно большая работа которую я бы с удовольствием вышила но так как у меня есть сомнения и тратить столько времени на отшив этого процесса этого набора и находиться в постоянных сомнениях я решила провести тот же самый опыт который я теперь уже провожу с каждым из наборов с нанесенной конвой этот опыт я показывала вот если вы помните я буквально на краешек каждой своей работы прежде чем сейчас начать вышивать или в данный момент продолжать вышивать я буквально копаю две-три капли и слегка ввожу пальцем если она расплывается вот здесь вот я капнула и пальчиком по вазе поводила и у меня уже начало расплываться то есть соответственно этот свой процесс я продолжаю с удовольствием вышивать и этот процесс это джой сандой это один из трех магазинов который распространяет эти наборы джой сандой то есть им я довольна и я решила то же самое сделать вот на этом большом процессе и результат мне не понравился давайте я буду все рассказывать по порядку все буду показывать и буду продолжать свой эксперимент чтобы уже окончательно убедиться провали я насчет того что этот магазин на алиэкспресс не нужно любить и нужно относиться к нему с осторожностью в общем все по порядку давайте смотреть а для тех кто давно не видел кисоньку вот она кисеньку скажи всем привет общем вот так вот моя кисенька выглядит начала опять я разговаривать на камеру вы и кисенька решила проснуться я уже может быть говорила у нас эти несколько дней дожди кисенька у нас спит кубочком свернувшись на своих подстилочках своих домиках сегодня она спала почти целый день в спальне там темно и вот сейчас я начала снимать видео и кисенька вышла но в любом случае мы продолжаем вместе с кисой еще основным моментом почему я разочаровываюсь в этом наборе это все-таки по этой нанесенной схеме на канву сложно вышивать очень много значков которые очень друг на друга похоже я должна сказать что нету каких-то одиночек на схеме как-то все крестики разбросаны но они разбросаны в какой-то такой группе то есть они не то что прям рядом друг с другом располагаются они располагаются через один через два крестика как бы создается такая плавность переходов то есть одиночек как таковых нету но сами значки очень друг на друга похоже допустим есть светло-голубой значок с какой-то желтой диагональной палочкой а есть немного темнее там голубо-синий значок с белой диагональной палочкой и когда вот эти две вот в таком же направлении палочкой и когда эти два значка где-то рядом располагаются надо реально присматриваться какого цвета эта палочка белая или желтая и это темное оттенок голубого или светло-голубого при дневном свете отшивается не сложно и нормально и даже труда не составляет но я почти никогда не вышиваю при дневном свете моя вышивка проходит вечером может быть на выходных когда-то получается утром начать утро начать с вышивки но это редко бывает и вот такой большой процесс вышивать в определенное время суток это конечно совершенно не дело и мне составляет труда вышивать по этой схеме по по этой тем значкам которые нанесены на канве они нанесены четко в пределах самого квадратика это тоже нельзя на это пожаловаться но насчет того что значки друг на друга похожи сложно и вот так вот работа большая поэтому конечно это меня немного настораживает но вернусь к своим рассуждениям насчет того что буду делать эксперимент с водой и еще подумаем вот о каком процессе пойдет речь это мои влюбленные лебеди так вот выглядит просто обалденная палитра ниток если кто-то любит не любит голубые цвета или зеленые цвета я их просто обожаю мне очень нравится вот такие вот оттенки то есть такие голубо-синие голубые как бы нормально но вот от таких оттенков я просто балдею наверно вот эти вот все здесь очень много разных таких оттенков хотя мне болотный цвет не нравится но вот этот цвет очень красиво он такой какой-то золотисто болотный очень красивые цвета все это должно было быть вышито вот такими вот цветами мои влюбленные лебеди здесь вот дополнительные ниточки и вот так вот в итоге должна была выглядеть большая работа и смотрите фирма то есть это магазин который распространяет эти наборы это классикал кросс стич вот такая вот красная упаковка и еще это вот ди ай и лиан хуа то есть магазин называется ди и лиан хуа даже на английском языке я такое не прочитаю потому что это какое-то китайское название написано английскими буквами и вот так вот выглядит сама работа если вы видите она отшивалась мной я начала отшивать вот с этого центра начала отшивать лебедей это 390 крестиков это вот здесь вот и 245 крестиков это вот здесь она да вот здесь вот написано 390 на 245 и того на 11 каунте так как это 11 каунт должно было быть 3 на 70 сантиметров вот так вот выглядит то есть я ее решила вышивать полу крестиками так вот вы же выглядят мои полу крестиков полу крестики на 11 каунте здесь вот белый цвет полу крестики я не могу сказать что здесь много каких-то одиночек все эти одиночки располагаются очень близко друг другу но достаточно в разброс то есть нету таких однотонных вот пятен вот они очень редко встречаются в основном идет вот так вот такой вот разброс здесь вот начала вышивать с этого края но вот вышивала я вышивала я решила подумать а мне же надо быть уверена что у меня это канва смоется потому что даже вот так вот вышивая полу крестиками яйца разные цвета под этой конвой могу видеть я решила провести эксперимент вот сюда вот я капала 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 тёрла 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 она здесь не смывается ничего но еле 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 вообще смывается и меня это расстроило несмотря на то что я вышила как бы уже какую-то часть но естественно вышел очень мало я не уверена что по окончанию этой работы я буду этим набором довольна этим процессом довольна а вдруг не смоется и вот так такая вот такой эксперимент меня если честно он настораживает потому что здесь я реально прилагала усилия и тёрла этот красный цвет если на своей иконе я капнула буквально два раза несколько раз вот так потерла и она уже все поплыло то здесь я и тёрла и тёрла и щеточку уже тёрла тёрла ничего ничего не течет и капала много раз поэтому я сейчас решила так все-таки нитки здесь обалденные нитки классные цвета просто восхитительные я наверное сейчас возьму и все это дело постираю и реально попробую постирать эту канву то есть я приняла решение что все этот набор я разбираю на ниточки это канва у меня останется для каких-то маленьких процессов то есть это будет 11 каунт жесткая достаточно канва даже если она сейчас у меня не отмоется может быть такой какой-то полная зашивка я буду использовать эту канву для каких-то маленьких процессов в общем посмотрим я делаю такое включение и начинаю эту канву стирать и посмотрим как мне это пойдет это первый раз я стираю набор именно вот эта фирма то есть на схеме написано классикал кросс-стич такая вот красная схема а на самой упаковке на самой упаковке написано вот эти три слова китайских английскими буквами посмотрите работа должна была быть достаточно красивая она немного абстрактная очень красивые цвета но я разочаровалась меня реально пугает то что канва не будет смываться я решила лучше на данный момент остановиться пока еще недалеко ушла чем потом переживать все-таки вышивать такую гигантскую работу не надо быть в неуверенной вот здесь вот и и значки весь квадратик темно-зеленый весь квадратик светло-зеленый весь квадратик цвет морской волны очень сложно их разбирать потом на белом фоне зеленая диагональная палочка на белом фоне знак больше зеленого цвета потом бордовый светло-бордовый розовый и все это в разброс очень сложно это все разбирать вот здесь вот это все вот здесь вот это все ставлю и через пять минут я приду просто чтобы поменять воду так вот здесь вот смотрим что-то что-то мне смывается смотрите какая черная вода но посмотрим что будет через пять минут вот так вот у меня выглядит моя канва спустя где-то час если вы видите она так в принципе я ожидала худшего на данный момент вот уже час прошло обычно набора джой сандой у меня полчаса такого отмокания и все заканчивается сейчас я все таки не знаю вам видно или нет здесь есть такие вот розовые все таки разводы оттенки то есть не знаю как через камеру но розовый цвет я вижу прекрасно потом может быть вот так вот вам видно видите все еще там много всего розового воду я уже меняла как минимум три раза видите вот так наверно хорошо видно вот здесь вот у меня отшит ему белый цвет через этот белый цвет хорошо пока просвечивает то есть обычно белый вот этот белый цвет я вышивала красные крестики почему-то вот именно то что я отшивала белыми ниточками хуже всего смывается но я не знаю может быть оно еще должно полежать но вот спустя час работы сейчас я это хорошо так замачиваю и опять оставлю посмотрим как будет все это сходить эксперимент продолжается в общем прошло больше 24 часов у меня все это время моя ткань находилась в воде я должна сказать что хотя я вот сейчас вижу что на камеру совершенно этого не видно но я вот здесь вот на белом полотне вижу такие голу слегка голубые какие-то такие большие большие пятна но они очень такие бледные если как бы не придираться то в принципе их можно не увидеть так как здесь была полная зашивка однозначно бы от этого не пострадала как бы вышивка хотя самая большая большое разочарование конечно видеть у меня здесь белые ниточки и белые ниточки зашивались по красным квадратиком все отстиралась за исключением каких-то вот здесь вот полоса такая желтая сейчас она и еще вот здесь не знаю вам видно или нет скорее всего видно видите здесь и здесь желтая полоса потом здесь какое-то такое пятно у меня еще в нескольких местах были такие пятна но они отстирались а все остальное полотно она какие-то есть голубые такие слегка голубые такие большие пятна но они никак не смываются и в принципе если особо не предглядываться не видно но однозначно с этой фирмы неполную зашивку ни в коем случае покупать нельзя но даже с вот этими пятнами это совершенно даже для полной зашивки ну как так вышивать вышивать и здесь такое пятно остается так как я уже для себя точно определилась что я разбираю этот набор и других наборов от этого магазина у меня больше нет и покупать я не буду сейчас я уже решила пойти дальше в этом эксперименте и сейчас все вот это полотно я возьму и постираю в машинке показывая что случилось после стирки в машине если вы видите здесь у меня была такая такое желтое пятно но она если честно она стала совсем светлая вот 10 небольшая полосочка была если так вот я бы не знала что она раньше там было скорее всего я бы даже не увидела что оно все еще здесь присутствует но она здесь еще есть потом здесь если вы помните вот здесь вот было желтоватое пятно оно тоже все еще присутствует были такие голубоватые разводы я их сейчас не вижу то есть сейчас мне кажется вот это полотно оно абсолютно белое то есть я не вижу этих голубоватых разводов естественно она покупка пока помятая но эта ткань у меня пойдет в принципе на разные маленькие тряпочки на прикладные вышивки но самое главное в чем я убедилась это в том что эту вышивку я могу стирать то есть это мне даже приятно потому что вот смотрите у меня здесь мои полу крестики они выглядят неплохо потому что эти ниточки я собираюсь использовать и вышивка будет прикладная поэтому все-таки хоть какая-то хорошая новость есть это даже не знаю буду это распускать или нет или просто оставлю и буду использовать вот эти не отшиты и маленькие участки время покажет естественно сейчас я не буду сидеть ничего не буду распускать вот кстати сейчас вот смотрите все равно видно вот это желтоватое пятно небольшое вот такой вот получился эксперимент сейчас для себя уже определилась можно ли стирать вышивки в машинке однозначно определилась что никогда больше не буду покупать вот в этом магазине ничего больше во первых вышивка может вышиваться намного легче вот именно сами значки на конвей с нанесенным рисунком очень сложно как-то нанесены очень близкие они по цвета по цветам такие небольшие оттенки особенно вышивать в ночное время на такой конве очень сложно сами по себе схемы как я уже говорила одиночек мало то есть все значки располагаются близко друг другу в таких ну сантиметровых протяжках то есть это не что-то такое страшное но то что в ночное время мне доставляет большие сложности вышивать такую вышивку ну и как я уже убедилась не не совсем хорошо не то что не совсем хорошо не отстиралась у меня вышивка простым замачиванием воды воды в воде хотя совершил меня 24 часа все это лежала в воде но хорошая новость хорошая новость заключается в том что у меня осталось очень много ниточек и я уже знаю куда я их применю посмотрите у меня есть отличная просто идея на эту идею меня кстати навела одна из моих подписчиц и когда она увидит осуществление этой идеи она однозначно догадается за это ей большое большое спасибо я буду экспериментировать буду пробовать буду то есть это у меня приспособиться для такой прикладной вышивки и это прикладная вышивка будет очень большая ну я не могу дождаться момента когда я буду об этом рассказывать показывать но на данный момент все мои мысли только об одной работе я эту одну работу буду заканчивать и потихоньку пока начну складывать в своей голове свой план воедино чтобы уже к нему приступить его начать и посмотрим как пойдет всем большое спасибо за внимание спасибо что вы поучаствовали и присутствовали в таком эксперименте конечно немного грустно мне что набор оказался не совсем хорошим но я человек взрослый я сама приняла решение купить этот набор так что никого ругать не буду я очень рада что я все-таки купила только один набор в этом магазине но как вы видите ничего страшного не произошло я одумалась не стала его вышивать и сейчас у меня такая идея насчет этих ниточек что этот набор однозначно превратится в что-то такое очень красивое шикарное и неповторимое всем большое спасибо за внимание всем пока и увидимся в следующее видео